Любая полномасштабная учебная структура должна распространять научные знания в доступной и понятной форме. Казанский федеральный университет поддерживает эту тенденцию и выступил партнером мероприятия Milmax Science Kazan. Фестиваль популяризации науки проходил с 28 по 30 апреля на площадках Национальной библиотеки Республики Татарстан. У всех у нас есть представление о том, как устроен наш мир, и они помогают жить. Ведь помните, Алиса знала, что если выпить из баночки со словом «яд», то через некоторое время почувствуешь легкое недомогание. Вот таких вещей у нас много с детства в голове имеется, и они помогают жить. По словам организаторов, главной целью фестиваля является повышение интереса населения к получению образования и знаний. Программа мероприятия включала в себя множество научно-популярных лекций, познавательных мастер-классов и научных шоу, а также дебатов и дискуссий. Лекторами стали не только казанские ученые, но и известные российские популяризаторы науки. Например, врач Алексей Водовозов и антропатолог Станислав Дробышевский. Я стал взрослым и понял, что нет, оказывается, взрослые не знают ответа на все вопросы. И мы пригласили вообще шикарнейших спикеров, интереснейших гостей, которые говорят, а мы некоторых вещей просто понятия не имеем, почему это так устроено, но оно вот так устроено, мы над этим работали. В первый день фестиваля докладчики собрались на большой беседе «Красота науки», где затронули главные научные вопросы, а также перспективы исследовательского познания. Второй день мероприятия представила дискуссию под названием «Идеальная экономика», где социологи и экономисты обсудили развитие одной из важнейших сфер в мировой индустрии. Помимо ранее упомянутой программы фестиваля, также была представлена выставка научно-популярной литературы. Карина Саяхова, Никита Киньшин, Универ Ньюс.